Ветеранской организации завода МОЗ Металлоконструкции около полугода. Сейчас в ее рядах более 350 бывших сотрудников предприятия. В основном женщины, причем те, кому дома не сидится, а хочется внести свой вклад в общественную жизнь Ленинского округа. Людям необходимо было общение между собой. Недавно друг друга не видели. Где-то встречаются в поликлиниках, в магазинах. А тут как раз получилось, очень все сложилось, как звезды расположились. Они привыкли работать. Для них это важно. Даешь задание, они его должны выполнить. И они его выполняют с достоинством. Причем азарт появляется у людей. У истоков создания организации стоит Совет ветеранов Ленинского городского округа. В последнее время его представители помогают бывшим рабочим коллективам сплотиться, чтобы дать возможность пенсионерам применить себя в общественно полезных делах. Изначально мы сделали Москокс, где я очень сильно благодарен директору завода, который конкретно откликнулся на это дело. Затем мы восстановили Мосметаллоконструкцию. Что из этого получилось, вы видите. Это люди, дееспособные, действующие, которые могут это дело все делать. Сейчас все силы ветеранов Мосмека направлены на плетение маскировочных сетей, которые отправляют в зону проведения специальной военной операции. К делу мастерицы подходят с большой ответственностью. Узнали, что помогают фронту в нашем городе. И тоже решил приехать помочь. Чем могу. Сетки плетем, режем. В общем, чтобы ребятам это помогло. Надеемся на самый лучший, быстрый, скорый успех нашей армии, наших ребяток. Раньше общественно полезным делом пенсионерки занимались в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Работу затрудняла нехватка места. С недавних пор сети они плетут в кинотеатре «Искра». Хочется сказать огромное спасибо этим девушкам-волонтерам, всем неравнодушным, кто ежедневно приходит, плетет маскировочные сети, изготавливает носилки. А мы, в свою очередь, чем можем, тем поможем. А в этой части холла волонтеры уже мастерят носилки, схема изготовления которых разработана опытными хирургами. Направление для ветеранов Мосмека новое, но они быстро учатся. У меня муж был на войне, он в армии был, как говорится. Сын у меня был. И внук у меня растет, который сейчас студент, но я думаю, тоже пойдет защищать родину. Поэтому в Денте стараемся помогать нашим воинам, которые защищают нашу именно родину. Мы с ними вместе. Помимо этого, пенсионерки участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО и в будущем планируют расширять свою волонтерскую деятельность. Юлия Погасен, Кирилл Обанов, Екатерина Довлятова. Видно этого.